Вот вы сейчас выделяете несколько триллионов рублей на госпрограммы. Как вы думаете, чью продукцию они будут закупать после принятия таких законов? Конечно, импорт попрет в Россию. И мы все эти триллионы рублей направим на развитие Турции, Китая, кого там еще? Германии. Может, мы в России будем просто их осваивать и создавать рабочие места? Предлагаемые поправки, в первую очередь, направлены на изменение системы налогообложения организации черной цветной металлургии, а также предприятий, занятых производством минеральных удобрений. Почему на внутреннем рынке цены даже в долларах выше, чем на экспорт? Потому что у нас чрезвычайно монополизированный рынок. Я об этом много раз говорил. У нас на металлургическом рынке сложилось олигополе. Несколько компаний контролируют весь рынок. И когда нам говорят о том, что мы с ними договорились, вместо экспортных пошлин мы введем акциз, и при этом акциз не будет включаться в цену. Антон Германович, что бы вы ни написали в законе, будет акциз включаться в цену или не будет, он будет включен в цену, в конечную цену. Потому что они полностью контролируют ценовую политику на внутреннем рынке. Сто процентов даю вам гарантию. Дальше. Антимонопольное законодательство у нас достаточное, но, дьявол в деталях, у нас металлурги всегда объяснят, почему у них сработали рыночные механизмы. Для того, чтобы эту ситуацию сломать, очень просто. С рыночными механизмами нужно ломать. Нужно, чтобы на внутреннем рынке был создан не дефицит стали, а профицит. То есть переизбыток предложения. Тогда металлурги, даже несмотря на то, что у них олигополе, они будут бороться за загрузку свободных мощностей. Экономика все расставит на свои места. Именно такие механизмы мы вам и предлагаем, как альтернативные. Я по ним пройдусь потом. Дальше. Теперь по цифрам и по некоторым еще заявлениям. Вы говорите, цены там не вырастут. Да, чтобы цены на металл не выросли, мы там будем ввозить металл. Ну, Антон Германович, ничего вы не ввезете. Вы посмотрите, какие у нас расстояния. Ну, откуда вы везете? Из Турции металл повезете? Например, на Урал. Вы представляете, какое транспортное плечо? Вы тариф посчитайте. Даже если там металл в Турции будет дешевле, пока вы его завезете до металлургического, до машиностроительного предприятия, не знаю, там, до Нижнего Тагила, еще куда-нибудь, до Уралвагонзавода. И потом потребителям. Вы представляете, какое транспортное плечо? Сколько транспортные затраты вообще все съедят? Поэтому это не вариант, в России это не работает. Это работает, может быть, в Европе, в Юго-Восточной Азии. У нас это не будет работать. Ну и потом, вообще странная вещь. То есть мы своим металлургам не даем возможности продавать металл внутри страны, а импорт будем завозить? Слушайте, ну, как-то, вообще, мне кажется, странная политика. Я понимаю, если бы это мы услышали от министров турецкого правительства, но от российского, я думаю, вряд ли. Дальше. Я по вопросам пройдусь. Ну, вот, акциз не будет включаться в цену, я уже ответил. Кстати, про НДПИ вы подтвердили. Да, НДПИ в цену включается. Слушайте, если НДПИ в цену включается, и он подрастает серьезно, это повлияет на цену? Ну, конечно, повлияет. А вы нам говорите, нет, не повлияет. Ну, Антон Германович, ну, как бы, если к этому прибавить это, то вот так будет или как? Ну, то есть, это же арифметика, у меня даже внуки с этим справятся. Дальше. Ну, и давайте по цифрам теперь. Да, действительно, вы предложили, вот сегодня мы в комнате для совещаний провели обсуждение, действительно вы сделали предложение, которые частично, скажем так, нивелируют негативные последствия вступления в силу этого закона. Действительно. Водят из-под акциза на жидкую сталь, там, литейки, электрометаллургии. И то вопрос, как это будет еще, скажем так, администрироваться, потому что там, допустим, я прочитал, я не буду сейчас в детали вникать, это будет во втором чтении, мы к этому еще вернемся. Вот. Но у меня большие сомнения, что это будет работать. Дальше. Вы говорите, если цены на мировых рынках упадут, то упадут, соответственно, доходы, и, соответственно, они не будут платить вот эти акцизы. Антон Георгиевич, если на внешних рынках упадут цены, это не значит, что они упадут внутри страны. Вот вам коллега Луговой только что привел пример, что внутри страны цены будут выше. И это так и есть, это часто бывает. Возьмите динамику цен, посмотрите. В разрезе лет 10 вы увидите, что есть периоды, когда внутри страны ниже цены, чем на внешнем рынке, а бывает чаще всего гораздо выше, потому что там конкуренция, а здесь монополизированная ситуация. Поэтому вы говорите, мы с них не будем сфер доходы брать, но при этом цены-то они вздуют, они сфер доходы будут получать, но не будут облагаться. Дальше. Вы для некоторых компаний приводите пример, что если слябы будут на рынке 300 долларов и меньше, то тогда акциз на жидкую сталь будет обнуляться. Но я не поленился, попросил дать мне данные, а когда же они вообще были и были ли вообще когда-нибудь ниже 300 долларов? Да, один раз в 2015 году. Начиная с 2015 года, они там взлетали до 830, это летом этого года, и сейчас 720 на слябы, на заготовку 620 примерно. Понимаете, да, какая маржа? Теперь, можно ли альтернативными вариантами изъять эту природную ренту? Это не природная рента, это монопольная рента. Я бы так, вот давайте правильно называть. Сверх доходы с монопольной рентой, конечно, есть. Дальше. И теперь приведем к альтернативным. Вы нам говорите, экспортные пошлины это не вариант. Антон Георгиевич, на нефть это вариант, на зерно вариант, да на многие товары, где у нас постоянно действующие экспортные пошлины, это вариант. Почему на металл-то не вариант? Я не понимаю. Значит, здесь мы этого не боимся, а здесь боимся, что ли? Слушайте, ну как кто будет накладывать санкции на Россию во время мирового дефицита стали? Вдумайтесь. Какое правительство начнет ограничивать ввоз российской стали, когда у них и так ее не хватает? Ну, я себе не представляю это. Вот. Ну, может быть, только российское правительство может на это пойти, но вот других я не представляю. Извините, конечно, за эмоции, но, ну, мне кажется, надо было здесь получше подготовиться. Дальше. Какие альтернативы? Конечно, экспортные пошлины. Раз, альтернатива. Я на выборы вам. Дальше. Квоты на вывоз. Мы не облагаем налогами, но мы квоты. Что такое квота? Мы ограничиваем вывоз и создаем избыток сырья внутри страны. Что происходит? Снижение целей. Добавьте минуту. Мы именно к этому, минуту добавьте, именно к этому вас призываем. Дальше. Экспортные квоты или пошлины не только на стальную закатуху, но и на лом. Лом – это основное сырье. Если лом будет снижаться внутри страны, сталь будет снижаться внутри страны, машиностроение будет забирать российские рынки. Вот вы сейчас выделяете несколько триллионов рублей на госпрограммы. Как вы думаете, чью продукцию они будут закупать после принятия таких законов? Конечно, импорт попрет в Россию. И мы все эти триллионы рублей направим на развитие Турции, Китая, Германии. Может, мы в России будем просто их осваивать и создавать рабочие места прежде всего. Дальше. Дифференцирован возврат НДС экспортерам сырья. Ну, давайте рассмотрим. Значит, Китай это работает. Почему у нас не работает? Мы же не говорим обнулить. Вы на 1% снизите возврат НДС. Вы денег получите в несколько раз больше, чем планируете сейчас. Или, например, ставка налога на дивиденды. Плюс 1% ставки налога на дивиденды покроет все ваши доходы, которые вы сейчас собираете. При этом, тем, кто инвестирует, верните инвестиционную льготу по налогу на прибыль. Она же работала. Вот так работала. Вот и все. Вот вам сбалансированные предложения. Я просто в течение нескольких минут вам их накидал. Я готов подготовить вам подробную записку. Давайте это обсудим. Но за такой закон мы, конечно, голосовать не будем. Коллеги, переходим к голосованию. Покажите, пожалуйста, результат. Законопроект первом чтении принят. Редактор субтитров А.Семкин